В 2009 году у меня случился инсульт, и меня, ну, видать, в панике такой, в общем, повезли в больницу, а документы не взяли, забыли. И после этого я парализованная лежала почти три года. Я не занималась документами все это время, естественно. Сейчас я осталась вот так, одна я, носилки, больница, все. И ничего больше, да. Да, даже вообще ничего, вообще даже никакой бумажки не было. А потом, когда уже начала потихоньку ходить, подниматься, обратилась в фаст или в милицию, ну, об утере, написала заявление, все. Ну, а когда зашла в паспортный стол, там, в кабинет, к женщине подошла, она, что у вас? Я говорю, а утере документов? Говорю, хочу восстановить. Она вроде сразу так с улыбкой ко мне, а потом, говорит, а откуда вы? Я говорю, с Крыма. Она сразу отвернулась от меня. Говорит, а это бесполезно. Говорит, можете даже, говорит, не пытаться, идите. Прямо на дверь показала, и я вышла. Ну, все на этом. Я так слилась на это, думаю, блин, я ж громадянка Украины, и не могу ничего сделать. Так обидно как-то было. Такое ощущение, что прям каменная стена, куда ни ткнешься, тебя посылают. Туда тебя дают, вот так. Ну, вот прям вот везде все закрывалось, как будто, ну, я не знаю, почему так. Или я вам говорю, дай бог, я врагу не пожелаю так мучиться. У меня такая мечта была, получить паспорт. Мы даже, я думала, уже не доживу. Вот честно, думала, а что? А сама думала, даже и не похоронят без документов. Потом я познакомилась, она волонтер, Лариса. И она уже через нее познакомила меня с Викторией, и Виктория начала со мной заниматься. И мы обратились здесь, в миграционную, в Голосейскую. И они посоветовали, так как у меня родных практически никого же нету, и документы, даст, невозможно никак восстановить. И они сказали, что есть выход такой. У меня есть лучшая свекровь, паста не живет. Если она подтвердит мою личность, именно надо было подтвердить, что я – это я. И вот она согласилась, им все рассказала, и получилось через два месяца. После этого я получила паспорт. Знаете, я когда получила этот паспорт, боже, как меня трясло в тот момент. Я говорю, вот из-за этой вот маленькой штучки, 7 лет, 7 лет. Я же, получается, не могла не инвалидно сделать себе ничего. Ну, ничего. В общем, это было счастье неимоверное. Я тоже говорю, неужели я стала человеком? Без бумажки ты никто.